Привет, дорогие друзья! Вы на YouTube-канале Технолог, и сегодня мы добрались до Commander 114. Сейчас мы в ангаре, потому что, как и положено на авиационных обзорах, на улице идет дождь. На данном самолете у нас стоит силовая установка Lycoming 540, там все просто 540, это объем кубических дюймов. Переводим сантиметры и получаем объем двигателя 8,9 литра с мощностью 260 лошадиных сил. Мотор инжекторный, здесь стоит инжектор, этот инжектор он механический, то есть по типу, как дизельный двигатель сделан, стоит механический ТНВД и распределяется форсунка цилиндр. Это очень хорошо, что он инжекторный, потому что требует меньше к себе внимания, меньше к обслуживанию, он более тяговитый, более надежный, в отличие от карбюратора. И также ему не страшны обледенения, как карбюратор. Наверняка на карбюраторных, может быть, кто в теме видел, там есть обогрев карбюратора, где-то что-то там, конденсат или еще что-то, замерзнет это и отказ, мы прилетели. Здесь этого нет. У нас здесь изменяемый шаг винта, ну, как и положено большим самолетом. Что такое шаг винта, наверное, надо рассказать. Если по автомобильному, то шаг винта это как коробка передач. Нам надо быстрее лететь, мы лопасти поворачиваем, вот, шаг винта здесь регулируется с салона, здесь тяга стоит, поворачивается, у нас лопасть поворачивается, увеличивается тяга, мы летим быстрее. Все, у нас обороты меньше, шаг больше, мы летим быстрее. На посадку уходим, заходим, мы шаг обратно скидываем, винт поворачиваем, летим медленнее. Самолеты, они очень унифицированы, то есть, допустим, двигатель, там, этот Lycoming 540, он ставится не только в Commander, это нет, как в автомобильной теме, что у тебя, допустим, там, у Хонды, Хондовский мотор, у Тойоты, Тойотовский мотор. Здесь такого нет, это не так много типов авиационных двигателей, то есть, если Lycoming, то он ставится там и в Cessna, и в Piper, там, или еще куда-либо в другие самолеты. Так же самое и по авионике, то есть, вот у нас есть там производители, да, определенные, ну, к примеру, там, Garmin возьмем, он у нас стоит и в Boeing, и сюда ты его можешь поставить, и вообще, куда захочешь. Ну все, мы готовы, товарищ. Добрый день, экипажа, 33-37 Гольф, взлет произвел Поповка. Да, поработана точка, высота 300, и взлет произвели 49-ю, в минуту 31-37 Гольф. Добрался спустя два метра до игрушки, и тут, а давай автопилот, здесь же, ну, здесь же, ну, здесь же нет автомата тяги, то есть, каким образом, он, скорость, брюмирует? И ты сидишь на автопилоте постоянно тримирует? Нет, автопилот должен сам тримировать. Ну, а когда я на 70-е шло дохожу, то, в принципе, на 100-е шло дохожу, то я просто один раз потримировал, и все, он прямо летит. Хорошо, а если погода фиговая, то он же все равно у тебя будет либо ускоряться, либо замедляться. Как он без автомата тягивал? Здесь же просто трехосевой. Автомат на руке у тебя? Короче, такой полуавтопилот, чтобы тебе не совсем скучно было, ты сидишь и... Ну да. Работаешь на автоматике. Да не, на самом деле, мы когда выставляемся, мы в карты играем, я даже не смотрю. Ну, вообще, просто, ну, вроде... На 3000 метров, как правило, там, блядь, нормально погода. Нет, ну, ты просто на все эти куню летишь сейчас. Просто пробил, и еще, и ты наверху летишь. Ну, там, да, спокойно. Закрылки гидравлические управляются. Стоит также гидравлический насос, вся система подключена. Значит, по управлению у нас илероны, и руль направления. Руль высоты у нас тросовые идут. Закрылки у нас гидравлические. И электронный триммер есть. У него не такая, конечно, планерность, как, допустим, у той же самой Cessna. Это не должен быть первый самолет. Это вот, наверное, ты уже полетал, ты уже там, все попробовал. Это, наверное, третий-четвертый самолет. Он хорошо рулится, он хорошо управляется, он понятный, этот самолет. Но он все равно сложный. Это не должен быть первый самолет. Этот самолет любит скорость. И вот, допустим, если сравнивать с той же самой Cessna, конечно, что нельзя сравнивать. Потому что это абсолютно разный тип самолетов. Он постоянно пытается свалиться. То есть ему всегда нужна скорость. Если, допустим, на той же самой Cessna мы заходим на посадку, мы руды убираем. Газ, руд, газ. Мы руд убираем, подбираем, да, и пытаемся все время гасить скорость. То даже здесь, заходя на посадку, мы всегда идем на газу. То есть мы всегда даем, добавляем ему. Потому что как только мы убираем, он сразу у нас останавливается и начинает падать. Этот самолет, которому нужен экипаж. То есть если мы собрались лететь куда-то, к примеру, на отдых или по делам, то с собой нужно брать человека. Или, допустим, если есть у тебя такой человек, с которым ты летаешь постоянно, его нужно обучать тому, чтобы он тоже умел владеть этим самолетом. У него достаточно большой инструментарий в распоряжении, так как это инструментальный самолет. И он требует, несмотря даже на свою там простоту в управлении, предсказуемость, он требует большое количество внимания. Поэтому желательно всегда с собой, если там собрался куда-то, да, там, взял там Сашу, сказал Саше, и вот взял, сели и летаем. И объясняешь, 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 чтобы второй человек тоже умел эксплуатировать этот самолет. Расход у этого самолета может показаться нескромным. Это 50-55 литров в час сотого бензина стоили. По стоимости, ну, в зависимости от регионов, на текущий момент, это от 100 рублей за литр. С одной стороны, может показаться дорого, с другой стороны, нет. Этот самолет достаточно быстрый. Его крейсерская скорость составляет 260-270 км в час. Если все это взять и перевести на автомобильные, то у нас получается 20 литров на 100 км. Я считаю, что это недорого. Мы летим без пробок, без штрафов, без обгонов и без рисков. Если взять, допустим, какие-то маленькие самолетики, которые у нас расходуют 15 литров на... Буду в автомобильной, да, тебе не говорить? 15 литров. То же самое, аэропраг. То мы летим один, у нас нет полезного груза. Ну, там либо мы летим вдвоем вот так вот очень тесно, все сложились и как бы далеко мы не улетим. Поэтому здесь мы загрузились четвером, загрузились семьей, закинули полный багаж, там, сумки, вещи и полетели. То есть этот самолет, он очень хорош для путешествий. Но при этом он имеет очень короткие баки. То есть запас хода у него небольшой. Это где-то 600-700 км. Поэтому вот наш владелец самолета поставил себе дополнительный бак, чтобы увеличить рендж. Так как самолет магистральный для дальних перелетов, вот, соответственно, можно, есть способ сэкономить. Мы забираемся на эшелон повыше, обеднимся, то есть это на 100-120 эшелон забираемся, обеднимся по максимуму, летим крейсер, там у нас скорость как бы будет повыше. То есть мы, я думаю, что на бедной смеси можем лететь 260-270 крейсеров на эшелоне повыше. Вот, и можно добиться на автопилоте расхода где-то в 45-47 литров. Взлет как и в себя. Стоили? 14 час голова. На взлете было там, что-то в районе по 30-ку заходило. Может быть, но сейчас 14 нормально, в принципе, на 50 литров в час. Сейчас бы шли бы на 600 эшелоне, при такой же скорости было бы 10. Саша довел бы до 8. Да нет, ты можешь до 8 довести, но скорость будет меньше. Не по отношению к моей скорости будет тот же самый расход. Ты будешь чуть дольше лететь, но чуть меньше. Хорошо, возьмем с тобой Москва-Питер. Мы долетим примерно за 3 часа. Палим 150, очень грубо, 150 литров бензина. У нас нет камер, у нас нет пробок. Мы потратим 15 тысяч рублей. Четыре человека. Плюс груз. Плюс груз. Я думаю, что это недорого, чтобы скинуться всем и очень быстро добраться. Понятно, что да, мы еще отдадим за прием и выпуск за аэропорт. Но я думаю, индивидуальности и комфорт стоит тех денег, чтобы переплатить чуть больше и долететь на своем собственном самолете. Надо учитывать, что час ты ждешь в аэропорту. Час ждешь в аэропорту, да. И смотри, можно ездить на автобусе правильно, но люди все равно покупают автомобили. Компания Rockville была основана в 60-х годах. И эти самолетики рассчитывались как любительские. Но они стали набирать огромную популяцию, популяризацию этих самолета. И их стали брать в коммерческое использование. В 80-х годах, конец 70-х, начало 80-х годов тип лицензию на этот самолет выкупила компания Golf Stream Aerostar и специально разрушила эту компанию, потому что эти самолеты стали создавать огромную конкуренцию по качеству, по цене, по оснащению основной американской тройки. И поэтому какие-то запчасти, которые не унифицированы, которые принадлежат именно этому самолету, например, лобовое стекло, если не дай бог повредилось, или крыло пришло в негодность, по каким-то причинам птичка попала, зацепили что-то, уже будет проблемно отремонтировать или купить эту запчасть. Придется ее заказывать, то есть ее будут изготавливать на заказ. Еще этот самолет очень полюбился людям, которые перевозили белый порошок. Тать! Морозная свежесть! И всего за одну поездку окупить этот самолет. Шасси, колесики, а это пневматика. Они очень прочные, на разрыв держат большой удар. Если ты, допустим, возьмешь вот так вот машину кинешь, как самолет приложив, что покрышки, какие бы они не были хорошие, им настанет хана, здесь как бы все это целое останется. Шасси на этом самолете гидравлические, гидравлический убор-выпуск. Система очень простая, очень надежная. Она неприхотливая, не требует какого-то особенного внимания. Она практически безотказная. У нее есть аварийный выпуск. Если, допустим, все-таки что-то произошло, были такие моменты, там, на гидравлическом насосе прокладка одна пропускала сальник, и мы летели как-то, и шасси не вышли, поэтому есть аварийный выпуск шасси. То есть можно вообще не беспокоиться по этому вопросу. Всегда сядете. Они очень энергоемкие, то есть где-то можно, знаешь, позволить себе лишка и поучиться, так сказать, приложить его. Он готов к посадкам на неподготовленные грунтовые полосы, при том, что самолет, кстати, имеет достаточно короткий взлет и посадку. Единственное, что бы я из минуса выделил, но, опять же, это не минус, это такое, наверное, мое больше мнение, что мне не нравится конкретно, это то, что у него передняя стойка шасси, она свободная, то есть она не управляется педалями. То есть вот мы рулем направления задали, да, начинаем катиться, и у нас стойка шасси, в зависимости от того, куда руль направления, у нас стойка шасси поворачивается. Как мне показалось, на мой взгляд, это уменьшает его маневренность на неподготовленных полосах. Точно, как на тележке в Ашане, да, то же самое. Куда мы вот руль направления отдали, винтом дунули, туда и покатились. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, расскажи мне, знаешь, что сейчас, самое народное, у нас Сосна Сосин 2, да, какие сравнения ощущения у тебя между пилотированняем Сосны , и пилотировавым killerso comandorum. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не, но здесь прям совсем по самолетному, как в воинне. Не, ну разница-то дофига! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Только комплектация, она, вообще сильно различается. Это мерседесы, а не самолетные. Затута спинка даже регулируется, по наклонности. imaginайoi что libre. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА в максималке 182 это ешка е200 короче такси как бы ничего нет но выглядит как мерседес подзади очень комфортно и плюс здесь очень широко даже 182 ты все ближе сидеть по всей строю вообще вот так антиковидный короче самолет можно соблюдать дистанцию команды это наверное как да из класса конечно нет но полноценная такая ешка для межгорода да для просто полетать эта машина не подходит эта машина подходит именно для междугородних перелетов и если вы дорожите своим временем для путешествий то это не тот самолет в котором нужно считать экономию комфорт этот этот комфорт а если есть команде короткий паренек кто в багажном отделении он разместится с абсолютнейшим комфортом подводя итоги я могу сказать следующее это идеальный самолет который закрывает практически все нужды потребности малой авиации этот самолет для тех людей которые ценят свое время и не считают расход литров в час а на этом все с вами был павел александр данил подписывайтесь на канал пишите в комментариях что еще хотели бы узнать про авиацию задавайте свои вопросы мы это прочитаем учтем следующих своих выпусках на этом все всем пока